Всем доброе утро. Так, меня видно, как слышно, связь проверим. Так, слышно меня, это хорошо. Слышно хорошо, от удовода 10, отметьте, пожалуйста. Отлично. Ну что ж, представлюсь менеджером проекта «Бизоноскоп». Модель 21 века, зовут меня Сергей Дьячков. Я из города Москва, откуда вы, напишите, пожалуйста. Чебоксары и Бресси. Здорово. Ага. А кто на такой встрече в первый раз, отметите себя, пожалуйста, цифру 5. У нас участников, в принципе, не так много сегодня. Думаю, что, может, все уже были. Угу. Понял. Ну что ж, в любом случае, начнем. Сегодня у нас, так скажем, тема для разговора – это чек-лист и функционал. В принципе, разберем наши основные функциональные обязанности как бизнес-партнеров, ну и такой инструмент, как чек-лист. Поехали. Начинаем вообще, в принципе, с цели мы, для чего мы пришли в бизнес. Мы же пришли сюда, ну, нас же заставило нечто большее, чем большинство людей, как бы, ну, привыкли для себя хотеть, желать и так далее. Если бы здесь речь шла, например, о 20-30 тысячах рублей – не проблема. Вам этот бизнес не нужен, вы можете заняться любым другим делом. Например, даже пойти куда-нибудь устроиться на работу – это тоже, ну, как бы, нормально. Ничего в этом, по сути, плохого и зазорного нет. Мы сюда приходим, в этот бизнес, для того, чтобы улучшить свое качество жизни. Улучшить качество жизни своих близких, своих родных. Возможно, как-то изменить свою жизнь в лучшую сторону. Начинаем, разумеется, мы с цели. Чем отличается цель от мечты, ну, или от фантазии? Начнем с фантазии. Фантазия – ну, это просто что-то я там себе нафантазировал. «Вот хорошо бы красную машину возле дома». Непонятно, что за машина. «Ну, хорошо, красный Запорожец. Пойдем? Красный Запорожец. Хорошая машина же. Что? Возле дома стоит, ждет тебя». Ну, не то. «Мечта – хочу красную Феррари». Тоже хорошая, как бы, мечта, но она же классная. Что? Красная Феррари – очень хороший автомобиль. Только неизвестно, какого года пока. Какая-нибудь Феррари, я не помню, с какого года компания Феррари начала свою деятельность, но, по-моему, с середины прошлого столетия. Если вам машину даже, ну, даже машины тех времен Феррари, они хорошие, но согласитесь, что лучше современный какой-нибудь спорткар. Поэтому, ну, чем отличается, в принципе, цель от мечты или от фантазии? Цель, она, в первую очередь, конкретная, имеет цвет, запах, размер, какую-то, не знаю, какие-то характеристики. Например, то же самое, не знаю, автомобиль какой-нибудь или дом. Если говорить о доме, например, или о квартире, представьте конкретно, где находится, в каком городе эта квартира находится, сколько комнатная, сколько квадратов в ней не будет ремонт, пропишите себе все, прорисуйте, прям поймите, вот почувствуйте, что эта квартира уже ваша. Цель должна быть реальная. Ты должен осознавать, что она для тебя достижима. Что это на самом деле значит? Ну, я, конечно, могу сейчас помечтать о том, что как-нибудь я могу начать влиять на движение планет во Вселенной. Но насколько это реально, я не знаю. Может быть, есть люди настолько амбициозные. Ну, то есть, как бы человек должен верить, что это, в принципе, реально. Некоторых мы вот тоже приглашаем в бизнес. Наша, ну, как цель каждого, в принципе, как мы позиционируем свою цель, это бриллиантовый директор. Ну, то есть, выход на уровень, где шесть директорских групп, шесть директорских команд. Даже этот уровень не всех изначально мотивирует. По той простой причине, что, ну, просто там все настолько, как бы, кажется невероятным, что реальностью здесь может и не пахнуть. Поэтому, как бы, ну, человеку, может быть, бриллиантовый директор это не совсем пока близко. Ну, например, золотой ему поближе будет. Почему нет? Ограниченного времени, это к какому времени мне это нужно? То есть, к какому времени мне нужно достичь того или иного. Формулируется в утвердительной форме. То есть, никакой частицы нет. Я в 2016 году, в 2017, извиняюсь, там, в июне покупаю квартиру в городе Москва, не знаю, в районе таком-то, такой-то общей площадью, с таким-то ремонтом. Вот это уже, в принципе, более-менее похоже на цель. Да, Сергей, вас тоже приветствую, что присоединились к нам. Очень рад. Вот этим целью отличается, в принципе, от всего остального. Потому что есть конкретика, она реально, она ограниченного времени и формируется в утвердительной форме. Скажите, вопросы здесь пока какие-то есть? Ну, коли здесь старички, в основном я смотрю, не думаю, что вопросы есть. А, Валентина вот вижу к нам присоединилась, я очень рад вас видеть. Попробуем сделать, в принципе, такое упражнение. Я не знаю, можете перевести это в формат домашнего задания, можете просто как-то, ну не знаю, сфотографировать или как-то заскринить. Попробуйте. Упражнение очень интересное, оно не навязчивое, оно легкое, но немножко мозгами шевелить вам придется на самом деле. Ну, это интересно на самом деле, я сам так делал. Упражнение называется «Что имею, что хочу, когда и как». В левой колонке пишут «Что имею», в правой, посередине «Что хочу», в правой самое «Когда и как». Что имею? Прямо прописываем, а тогда я доход, зарплата, там не знаю, 40 тысяч рублей, жилье, снимаю, 12 тысяч рублей в месяц. Ну, в Москве квартира, которую я снимаю, стоит 35 тысяч рублей в месяц. Вот. Транспорт. Езжу на, там не знаю, «Шкода», «Октавия», езжу на метро, езжу на, там, газону, на маршрутках, на общественном транспорте. Сколько это у вас выходит в месяц? Питание. Что я ем? Сколько я питаюсь? То есть, сколько уходит у меня на продукты? Вот я точно знаю. У меня есть приложение на телефоне одно, я там прям виду, сколько чего я трачу. Я знаю, что на еду я трачу в районе 14 тысяч рублей. Дома, я вам скажу, не шведский, как бы, здесь нету, или мраморной телятины, там, не знаю, рыбы осетровых пород и так далее. Ну, просто элементарно, что должно быть в рационе человека. Ну, там, ну, хлеб, это крупа, все понятно, там, что еще, не знаю, там, мясо. Это же тоже в рационе все должно быть, правильно? Ну, прям вот прописывайте, прописывайте, не стесняйтесь, прям взяли листок, ручку, либо экселевскую таблицу, я в экселевской таблице это у себя делал. Услуги, связи, интернет, сколько тратится, сколько денег тратится на образование, если вы студент, то это будет, ну, достаточно просто, сколько вы платите в год, если не платите, то не платите, ну, какие книги покупаете. Прям вот пропишите все, я не все пункты здесь указал, можете еще что-то добавить, какие у вас затраты, какие расходы, потом прописывайте, что хочу. Опять же, пропишите, какой хотите доход. Ну, доход вы, какой хотите, вы узнаете, пусть только пропишите все остальные пункты. Это жилье, транспорт, питание, услуги, связи, интернет, образование, все это нужно прописать прямо в суммах. Можете там, не знаю, взять стоимость автомобиля, например, 5 миллионов, утвердить в себе, что хотите его через 5 лет, я сказал через 5 лет не для того, чтобы вы захотели через 5 лет автомобиль купить, а потому что мне так удобнее считать. 5 миллионов, 5 лет, соответственно, мне нужно миллион в год зарабатывать до того, чтобы у меня через 5 лет был автомобиль. Верно? Верно. Соответственно, миллион разделяем на, там, ну, тоже понятно, да, миллион на 12 месяцев. Это говорит о том, что в районе, не знаю, там, 100 тысяч рублей я должен откладывать каждый месяц сугубо на покупку автомобиля. Без иллюзий. Да? Это, как бы, уже отразовляет. Если автомобиль стоит 5 миллионов, это одно, а если автомобиль, как бы, ну, 5 миллионов, откуда же мне их взять. А когда ты понимаешь, что для того, чтобы через 5 лет купить себе автомобиль, я все грубо подсчитываю, просто можно углубиться в калькулятор, и мы с вами уйдем очень надолго в эту тему. Посчитайте, сколько вам нужно денег. У вас выйдет определенная сумма, например, там, у кого сколько? 100 тысяч рублей, 150 тысяч рублей. И встречало людей, у которых 70, ну, не включили просто пока желание может быть. Ну, это нормально, это же люди-то неплохие, просто, ну, вот пока они так хотят жить. Не проблема. В принципе, у нас есть под любые амбиции, под любые, так скажем, аппетиты. У нас есть все, что угодно. Это наша лестница успеха, так скажем. Пожалуйста, под любые запросы. 30-40 тысяч рублей – не вопрос. Сделайте 22 процента, станьте директором, все. Будет у вас ваши 30-40 тысяч рублей на железное. Хотите больше – сделайте двух человек директорами. В районе 75 будете получать. Хотите больше – в районе 200 рублей. Бриллиантовый директор – не проблема. Шесть директорских команд. Шести своим знакомым – помогите стать директорами, станете бриллиантовым директором. Вот в шоке сейчас на бриллиантовом уровне. Я услышал такую новость. Все ее, наверное, знаете. Автопрограмма. 1 900 000 инвестирует компания. 1 900 000 инвестирует компания в покупку вашего автомобиля. Если 1 900 000 не хватит, вы можете себе купить автомобиль хоть за 3, хоть за 5 миллионов. Допустим, вы покупаете за 3 миллиона автомобиль. В таком случае 1 900 000 платит за вас компания. Плюс оставшийся 1 100 000. От 1 100 000 она вам возвращает половину. То есть 550 000 вы только платите за автомобиль, который стоит 3 миллиона. Есть люди, которых не мотивируют автомобили. Купите этот автомобиль и продайте. Потратили 550 000, а продадите вы его в районе 3 миллионов и продадите. Вот любые амбиции. Исполнительный директор, бриллиантный президент, миллион долларов, я не знаю. Ну, сумма многих мотивирует, но некоторых даже в ступор вводят на самом деле. Просто под любые амбиции ввели себе цифру. Например, вот если не брать компанию-партнера, не брать наш проект бизнес-модель 21 века. Допустим, у меня получилось 200 000 рублей в месяц. Где я их заработаю? Могу где-то заработать? Конечно, могу. Просто мне нужно самому прописать это, где это найти, где-то что-то сделать, где-то что-то там. А у нас все готово, пожалуйста. Хочешь 200 000 рублей? Не вопрос. Ладно, пожалуйста. Бери бриллианты, как твоя цель. Работай. 6 директоров. Хочешь 75-80? Пожалуйста, два человека директорами сделай. Будет 75-80. Понятная, простая, так скажем, система обучения, система оплаты ваших заслуг. Едем дальше. Теперь, когда мы определились с целью, я уверен, что у всех у нас цель бриллианты и директор. Что-то мне сердце подсказывает. Нужно разделить вообще свое время на три составляющие. Какое время, в принципе, у нас есть. Мы все люди с вами 24 часа в сутках. Некоторые рекламы утверждают, что в определенный напиток мы можем себе прибавить 25-й час. Но на самом деле это все далеко от правды. Я в этом убежден. 24 часа в сутках. Как используем? Ну, по-разному. Например, есть время эффективное. Оно тратится на то, что приближает нас к цели. В нашем бизнесе это что? Это приглашение. Это возможно позвонить партнеру. Это возможно с кем-то встретиться. Это возможно там работать чему-то обучить. Это эффективное время. Это приближает нас к цели. Поддерживающее. Тратится на то, что без чего нельзя обойтись. Не знаю. Поехать на встречу с партнером нужно? Нужно. Транспорт время занимает? Занимает. Без транспорта могу ли я встретиться со своим партнером? Могу по скайпу. А если у него скайпа нет? Не просто так же я с ним на встречу поехал. Правильно? Правильно. Пустое время. Тратится на то, без чего нельзя. На то, в принципе, без чего можно обойтись. То есть это любимое занятие многих наших сограждан, и не только сограждан, людей во всем мире. Просмотр сериалов. Чтение боевиков. Пустой серфинг в интернете. Многое, многое, многое другое. То, что нас абсолютно никак не приближает ни к цели. Мы не роботы. Тоже хотим отдыхать. Тоже хотим сходить в кино. Тоже хотим, не знаю, почитать, может быть, и боевики. Кто что хочет. Мы все люди. Но, в основном, то есть время мы должны понимать, что уделять мы должны, соответственно, эффективное время у нас должно быть в приоритете. И поддерживающее. Ну, без него уже никак. Опять же, определенные запраты временные несет. Едем дальше. Есть у нас, так скажем, вот из книги Стивена Кови взятая, немного придуманного, такой вот квадрат. Это дела. Определить для себя дела. Вот я говорил об эффективном времени. Здесь вот, вот в этой, по этой, так скажем, таблице легко определить, какое у вас время эффективное, какое поддерживающее, какое впустое. Например, есть у нас важные срочные, важные несрочные, неважные срочные, несрочные, неважные. Я думаю, каждый для себя это любое ваше дело можете куда-то отнести. Скажите, пожалуйста, в каком квадрате лучше всего проводить большее количество времени? Как вы думаете, коллеги? Карина говорит два. Еще какие-нибудь мнения будут, коллеги? Эльвира говорит два. Александр один. Оксана два. Ох, как у нас много-то стало. Откуда, коллеги? Очень рад, что у нас стало гораздо больше. Очень здорово. Так. Ну, друзья, я соглашусь с теми, кто говорит о том, что нужно жить в втором квадрате. Важные несрочные дела. Ну, если у вас важные срочные дела, у вас голова просто перегорит. У вас мозг выгорит просто, потому что, ну вот, например, важно ли погасить очередной платеж по кредиту? Если вы брали когда-то кредиты. Конечно же, важно. В какой момент становится это дело срочным? За один день до даты начисления штрафа и начисления дальнейших повышенных процентных ставок и неустоев. Ну, это я как банковский сотрудник говорю. А можно было заплатить за кредит не за один день до даты платежа, а, ну, в середине месяца, например. Просто, как вам сказать, в основном все наши дела должны находиться во втором квадрате. Срочные и важные дела появляются, хотим мы, ну, давайте будем честными, они появляются достаточно редко. Вот что-то вот раз случилось там, ну, не дай бог, что-нибудь с кем-то произошло там, не знаю, из близких, из родных, из друзей. Конечно, это важно. Конечно, это срочно. Конечно же, вы сразу полетите на крыльях вот помогать этому человеку и так далее. Но это же происходит не каждый день. Вот, например, у нас приглашать людей. Важное дело. Конечно же, важно. Срочное ли оно? Не сказал. Кто-то пригласит за первую неделю каталога семь человек, а кто-то пригласит за первую неделю каталога вообще никого не пригласит. А всех начнет приглашать за три дня до конца каталога, потом сядет с умным лицом и скажет, что ничего не работает. Вот сегодня первый день каталога. Как мы его с вами начнем? Начнем приглашать, сделаем первые заказы, сделаем звонки, поздравим партнеров. Я не знаю, если нет еще партнеров просто, ну, как-то пообщаетесь с теми, кого вы уже, может быть, успели пригласить. Может быть, кого-то обзвоните. Я не знаю. Это же все пока не срочное как бы, не поджимает, но уже можем начать делать. Вот в этом квадрате я и призываю всех вас, ну, находиться. Ну, в этом квадрате большую часть проводить времени. Если вопросов нет, мы едем дальше. Какие инструменты используем? Это у нас есть ежедневник, график активности, чек-лист. Это одни, так, из основных наших инструментов по использованию времени. Давайте немного подробнее. Ежедневник. Ежедневник. Очень хорошая вещь. Прописывает. Ну, я вот сделал фото, вы видите все время, наверное, в чатах фото ежедневника Эдуарда Васильева. Сегодня у нас присылала Марина Понтилова. То есть, все прописано. Вот, да, да. Что, во сколько, чего делать. Так скажем, ежедневник этот мне порекомендовал наш наставник и еще и подарил Эдуард Васильев. Есть жесткие задачи, они слева. Есть гибкие задачи. Жесткие задачи – это рекрутинг. Пятиминутки. Сколько времени вы будете выделять. Прямо пометили себе сколько. Три часа на рекрутинг. Я сегодня готов выделить. Звонок кому-то, если договорились, созвониться в определенное время. Гибкие задачи – это то, что не требует определенных переменных рамок. Например, обзвон, обзвонить кому-нибудь, позвонить кому-нибудь. Ну, просто вы не договорились с ним на созвон, но хотите ему презентовать, например, наш проект. Вы позвоните в 10 утра или в высоту. Разницы особо нет. Главное, чтобы позвонили. В правой колонке вписываем какие задачи. Вот так, в принципе, и работаем. По ежедневнику, я думал, вопросов нет. Едем дальше. График активности. График активности у нас высылается в чатах, в основном, в конце, так скажем, каталога. Обязательно, если не получили еще график активности, если вы, например, зарегистрировались только вчера, вы не получили этот график активности, спросите у своих наставников, наставник, где график, дай график, не знаю когда, какие вебинары. Вот сегодня в 12.00 у нас чек-лист. В 20.00 будет успешный старт. В 21.00 опять будем разбирать чек-лист для тех, кто может быть сейчас в понедельник утром находится на работе. будет тоже один из лидеров нашего проекта давать эту тему. Обязательно определитесь, в каких местах можно себя прокачать. Возьмите за правило посещать один вебинар в день. Мозги прокачивают безумно. Едем дальше. Ну и чек-лист, конечно же, наш. Это индикатор того, насколько вообще у вас идут дела хорошо. Если вы будете заполнять чек-лист, я сейчас попробую в чат отправить на него ссылку. Вот, получилось. Это ссылка на чек-лист, можете его себе скачать. Желательно его себе распечатать. Кто может ввести. Кто умеет, хочет ввести в электронном формате, я не против. Но это явный, так скажем, индикатор того, насколько вы серьезно относитесь к бизнесу. Ставим плюс выполнено, минус не выполнено. Выседил парад успеха? Ну, парад успеха, понятно, проходит в конце каждой недели. Сделал анализ бизнеса, подвел итоги каталога, подвел или не подвел, ну, ваше дело. Ставил план на новый каталог, то есть, сколько людей пригласить, какой товарооборот в группе должен быть. Вот. Так вот, в принципе, и работаем. Ну, то есть, уделял ли ты время рекрутированию, приглашал ли ты людей, в конце каталога или в конце каждой недели смотришь чек-лист, что-то у меня идет все не очень гладко. Смотрим чек-лист, а оказывается, я в понедельник и вторник никого не приглашал. А что ж ты хотел, друг мой дорогой? Ты никого не приглашал, вот у тебя ничего и не идет. Успех – это же сумма маленьких действий в совокупности дают большой успех. Вот. Вот это и есть чек-лист. Можете попросить своих наставников дать чек-лист, кто посмотрит, может быть, запись я делаю, запись, не знаю, должна получиться. Если у кого нет, вот, пожалуйста, ссылку можете себе скачать. Идем дальше. Фокус. Фокусируемся, коллеги. Обязанности партнера любого. 7, 20 и более регистраций в 3 недели. 7, 20 и более. Скажите, пожалуйста, на какую цифру, 7, 20 или более, сейчас упал ваш взгляд. Сколько пригласите в эту категорику лично? Напишите, пожалуйста, в чате. Какие амбиции, а? Здорово вообще. 30, более. 7, Карима. Угу. Сколько в этом каталоге пригласите людей? Постараемся более 20. Здорово. 7, 20 и более. Эдуард привел один раз такой пример, мне он очень понравился. Теперь смотрим. 10 тысяч рублей, 100 тысяч рублей, более. На какую цифру падает взгляд? 10 тысяч рублей, 100 тысяч рублей, более. 100 тысяч рублей. Какая цифра больше нравится? Более 100 тысяч рублей, кого-то только на 100. Это нормально. Ну, почему-то 10 тысяч рублей никто не пишет, да? Кто 10 тысяч рублей хочет. Коллеги, то же самое. Хотите больше? Приглашайте больше. Не умеете? Научим. Как научим? На вебинарах. Ну, или обратитесь к своим наставникам. Тоже поможем, подскажем. Личный заказ на 150 баллов более. Это обязанности бизнес-партнера. 150 баллов личного потребления. Это не значит, что вы должны на себя 15 шампуней выливать в 3 недели. Можете себе купить продукцию Wellness. Нет денег, порекомендуйте своим друзьям просто со скидкой, пусть берут у вас. Но если начали, только-только начали, у нас люди еще прибавились в чате. Вот кто вот только-только подключился к нам? Есть такие? Я просто увидел здесь новые имена. Есть такие, кто подключился? Цифра 5 себе отметьте в чате. Для кого 150 баллов пока проблематично. Нет таких? Ну, здорово. Ну, купите себе что-нибудь хотя бы. Начните потреблять продукцию. Это тоже о вас многое скажет. Не просто сидите и болтаете, а действительно делаете. Это здорово. Вот. Обучаться. Участвовать. Обучаться это опять же вебинары. Это наши книги, которые рекомендуют сейчас список литературы. Вам отправлю тоже. Посмотрите. Если у вас нет, можете также спросить у наставников. Список рекомендованной литературы. Литературу изучите. Вебинары почитайте. Общайтесь с наставниками. Задавайте вопросы. Вопросы не сидите. Наставник, он пускай может быть опытнее вас, но он не может вам залезть в голову. Он не может знать, что у вас там, чего вам там не хватает. Задайте вопросы. Слушай, что у меня не так, что у меня не то. Вроде делаю, вроде стараюсь, вроде приглашаю. Не получается. Что делать? Задайте вопросы. Обучайтесь. Не сидите на месте. Развивайтесь. Юрист. Экономист. Финансист. Военный. Врач. Кем угодно. 10-15 лет образования. Не вопрос. Приходят в совершенно незнакомую область бизнеса, которую в школе вообще не обучают. Насколько я знаю, только один вуз дает специальность менеджер сетевого бизнеса. Такой, так скажем, диплом. Приходят сюда, ничему не обучились. Где мои деньги? Да какие тебе деньги? За что тебе их платят? Ты же ничего не знаешь еще. Узнай. Изучи материалы. Вот изучишь, потом поговори. То есть, и обучение у нас идет во время, в работе. Не просто зубрим 10-15 лет сидим, а сразу же работаем, применяем на практике. Например, как я научился работать в Одноклассниках. Пошли у меня регистрации. Вот не шли у меня регистрации. Не мог ничего поделать. Регистрации нет. И так и сяк пробовал. Взял видео Александра Васильева, включил его, проиграл, на паузу поставил, проиграл, на паузу поставил, проиграл, на паузу поставил. Создал группу, создал объявления, разослал. Все. Регистрации пошли. Не надо умное лицо делать. Я это уже знаю. Это не работает. Эти четыре слова сгубят вас на корню в этом бизнесе. Я это уже умею. Вот это другое отношение. Я это уже делаю. Вот это уже другое отношение. Говорят там вам бизнес-партнеры или вы считаете, я уже это знаю. Классно. Вебинар будете по этой теме вести, если знаете. Здорово. У нас как раз нет людей, которые вебинары должны вести. Идите. Давайте. Скажите своему наставнику. Слушай, я хорошо знаю тему чек-лист. Хочу вести вебинар. Что делать? Без проблем. Участвовать в чатах. Поздравлять партнеров. Ну это понятно. Обучать своих партнеров тому, что умеете сами. Не пускать даже мысль в голову о том, что бизнес не работает. Не вздумайте даже. Даже не говорите никому это. Пока не провели 300 встреч, не прочитали 25 книг по бизнесу. Участвовать во всех мероприятиях нужно тоже. Один вебинар. Парада успеха. Хотя бы в записи смотрите, если не успели по работе и так далее. Так. Едем дальше. Формула успеха. Врожденные способности плюс приобретенные способности умноженное отношение к делу равно результат. Объясню. Врожденные способности. Например, я родился очень красноречивым. Я от природы такой. Я ничего там. Ну вот такой я есть. На самом деле я не родился со способностями красноречивым. Как сказать. Вроде как и вебинар веду, вроде как и говорю. Ну, складно. Но я этому не сразу научился. Это через определенные этапы жизни я прошел. Потом. Приобретенные способности. Отношение к делу. И даяние результаты. Формула. Например. Когда врожденные способности на десятку. У человека врожденные способности. Ну вот умеет прям приглашать людей в бизнес. Ну вот ничего поделать. Ну здорово получается у него. Ну относится к этому как-то так по случаю. Как-то ну приглашу, 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 не приглашу. Ничего не страшного. Результат получается 11. Он составляет 11 число. Если человек ничего не умеет. Ну как-то не родился он способным. Еле-еле там. Только мы к разговаривать толком не умеет. Вебинар не ведет. Там с компьютером вообще на вы. Вообще ничего не понимает с компьютером. Такое тоже есть. Плохи ли эти люди. На самом деле конечно же не. Просто они такие какие они есть. Получается результат 110. Отношение к делу решает многое. Вот эту формулу не знаю. Хотите застринь. Хотите запишите. Если кому-то. Едем дальше. Еще раз повторяю. 7-20 и более регистраций в 3 недели. 7-20 и более. Личный заказ 150 баллов и более. Не можете. Сделайте сколько можете. Но никогда не поверю что у вас нет денег даже на кусок мыла. Открылись в ресторан. Идите там. Правильно? Вы же не скажете в моем ресторане все дорого. Я вам есть не буду. Правильно? Кусок мыла себе закажите хотя бы если денег нет. Но обязательно личное потребление. Обучаться. Я уже сказал. 10-15 лет образования не вопрос. Здесь тоже самое. Участвовать в чатах. Чтобы все видели что вы в команде. Они там одинокие волки где-то на окраине сидите. Обучать своих партнеров. Вот 5 наших ключевых моментов бизнес-партнеров. Не пускайте даже мысль в голову. Пока не провели 300 встреч. 25 книг не прочитали и не поучаствовали во всех мероприятиях. О том что бизнес не работает. Такие люди есть. Не будьте такими. Если честно не долю. Обучитесь. Потом будете говорить что здесь работает а что нет. С чековой книжкой. На 200 тысяч рублей каждый месяц. Только вы так уже не скажете. Все. Вопросы. Дорогие друзья. Вопросы. Есть. 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 есть.